Это история Украины за девятый класс под редакцией Струкевича. По учебнику в школах учат историю 19 и 20 веков. Именно в этом пособии Степан Бандера и украинская повстанческая армия УПА, на счету которой Волынская резня и сотни других военных преступлений, впервые реабилитированы. Вот посмотрите. Здесь УПА борется с нацистами. А здесь УПА защищает местное население. К моменту выхода этого учебника действующий на тот момент президент Украины Ющенко взошел еще дальше автора. Он объявил особо опасного военного преступника и предателя страны Бандеру героем. Позже это решение было оспорено в суде, но реабилитация украинского нацизма принесла свои плоды. Почти 10 последних лет молодые украинцы зубрили в школах. Бандера и украинская повстанческая армия сражались за свободу Украины, против нацистов и против Красной Армии. Такое изучение истории привело к результату, который впечатлит кого угодно. Главный лозунг нацистской организации УПА теперь кричит почти вся страна при каждом удобном случае. А вот что сделали украинские радикалы с тем, кто не захотел повторить нацистские кличи. Эксперты уверены, после Майдана украинская история будет переписана еще раз. Степан Бандера уже герой нации во многих регионах. И скоро Украина будет отдавать честь капитану СС, главнокомандующему УПА Роману Шухевичу, старшему лейтенанту Абвера Дмитрию Кличкивскому, который устроил Волынскую резню, и другим героям нацизма. Предки Бандеры, так сказать, фигурально говоря, тем же самым занимались во время Первой мировой войны. Поэтому выставлять борьбу Бандеры как борьбу против большевиков и советов, это абсолютно антиисторично. Тогда не было никаких большевиков, а была православная империя, а делали они то же самое. Они доносили габзурским властям и военным комендантам на тех, кого считали симпатизирующим в Галиции русской армии. Термин «украинцы» тогда почти не применялся к православной, вот гоголевской Украине, они малорусами назывались. Прадед Тегнебока, Лангин Зигельский, донес на каких-то православных, и 25 человек были осуждены на смерть, но потом сгинули в концентрационных лагерях, вот Толергов и Терезин. Это на территории нынешней Чехии и Австрии. В этом году на историческом факультете Киевского национального университета имени Шевченко введены новые вопросы для госэкзамена об авторитарном режиме президента Виктора Януковича, о российской интервенции и оккупации Крыма. Подобные усовершенствования ожидаются и в школе. Эксперты уверены, новая политика Министерства образования Украины будет еще более радикальной, чем при Ющенко. Петр Порошенко уже отменил празднование 23 февраля. Обсуждается отмена праздника 9 мая. И если еще несколько лет назад подобные инициативы могли вызвать социальный взрыв, то сегодня такой плевок на ветеранов Великой Отечественной в Незалежной называется патриотизмом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Разумеется, Советский Союз вооружился в том числе за счет крови и пота жителей Украины. К концу 1939 года военный авиапарк Сталина составил 12 тысяч машин и превосходил общую численность самолетов всех участников начавшейся мировой войны. Красная армия имела на вооружении 14 500 танков и ровно в два раза превосходила армии Германии, Франции и Англии вместе взятые. Этот фильм создан по мотивам исторического мифа, который сегодня настойчиво пропагандируется в украинских школах. В его основе лежит несколько идей, которые последние два десятилетия навязывались Западом. Согласно им, именно Иосиф Сталин якобы спровоцировал Вторую мировую войну, а народ победил немецкую армию вопреки руководителю страны. Еще один тезис был популярен и у российских либералов. Немцев забросали трупами. Задача подобного перевирания истории состоит в том, чтобы Советский Союз показать отсталым государством, у которого не было никаких достижений и просто удивительно, как СССР вообще победил Великой Отечественной. Вот такая вот история преподается, фактически преподавалась 20 лет в школах Украины, завуалирована, без, может быть, грубых, обидных кличек и оскорблений, но тем не менее она внушила вот огромные части молодого поколения, которые даже по-русски, может быть, говорили с рождения, что они какой-то высший сорт, вот единственные наследники Владимирской и Киевской Руси. И если бы эти москали, проклятые кацапы, не расплодились бы так, не стали бы такими мощными, то они, у них...